Мы два месяца практически жили бюджетом, прозвучало на сессии. Сегодня в беспрерывном обсуждении главного финансового документа области на следующий год поставлена точка, во всяком случае пока, принят во втором и окончательном чтении, бездефицитной и социально ориентированной. Это позволит принимать городские, районные бюджеты. Все вопросы мы детально обсудили. Я напомню, что мы провели нулевые чтения, начиная с лета, обсуждали государственные программы, из которых состоит бюджет, и депутаты детально вникли во все вопросы. Я хочу отметить беспрецедентное количество поправок. Было 113 поправок внесено в бюджет. Это плод работы депутатов вместе с правительством Вологодской области. И это учитывая, что из-за необходимости сохранить равенство доходов и расходов некоторые предложения пришлось отложить на будущее. Было зафиксировано беспрецедентное число протокольных записей 19. Они касаются и увеличения зарплат бюджетникам, и финансирования сельского хозяйства. Эти вопросы будут в первую очередь рассмотрены, когда появится возможность увеличить доходную часть за счет, скажем, поступлений с федеральной казны. Еще одно важное решение, которому предшествовало также бурное обсуждение, напрямую связано с бюджетом. Речь идет о трансфертах в муниципалитеты и о нормативах расходных потребностей. В целом, местные расходы по сравнению с этим годом увеличатся более чем на миллиард рублей. Впрочем, и эта сумма может измениться в зависимости от ситуации в следующем году. Были приняты значимые решения на федеральном уровне, так называемый 136 закон, который перераспределил целый ряд полномочий между различными уровнями власти, между, прежде всего, сельскими поселениями и органами местного самоуправления районного уровня. С этим связана необходимость проведения мониторинга ситуации, как будет она складываться, с тем, чтобы при необходимости можно было бы принять оперативные решения. Кроме того, депутаты приняли решение об изменении методики расчета объема субвенций муниципалитетам, направляемых в сферу социальной защиты. По сути, поправки касаются увеличения поддержки. Был разный подход по разным областям, в том числе и по городам Череповец и Вологд. Исходили из расчета 260 рублей на человека, с коэффициентом применения коэффициентов 1,5 и 2, то сейчас подход мы изменили. Теперь норматив будет единым – 400 рублей в год на одного человека, обслуживаемого учреждениями социальной защиты. Также на сессии сегодня приняли поправки в текущий бюджет области. Изменения в бюджет текущего года связаны в основном с новыми поступлениями из федеральной казны. Так, около 650 миллионов направлено на замещение банковских кредитов бюджетными. А 634 миллиона рублей – это безвозмездные поступления, в том числе на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства и на реализацию федеральных целевых программ. Еще один вопрос повестки сессии, о котором стоит упомянуть – закон об охране семьи, материнства, отцовства и детства. Действующий был принят еще в 2003-м. За это время в него было внесено 58 поправок, что значительно мешало правоприменению. Документ практически переписали, но в новой редакции сохранены все социальные гарантии.